Я говорил ребятам, что команда славит. Да, она может играть неровно, но дома она всегда играет уже привлекательно для своих болельщиков. Старается играть в комбинационный футбол, с контролем мяча. И если распустить эту команду, то будут проблемы. К сожалению, у нас были свои проблемы в линии защиты. Сразу два защитника крайне отсутствовало и отсюда получали моменты. А так, что сезон рваный получился. Одно только можно сказать, что если бы у всех клубов была максимальная поддержка финансовая, то у нас был бы намного интереснее чемпионат. Потому что есть игроки, есть тренеры, есть команды, которые выстреливают, но для постоянной хорошей игры, конечно, на стабильную финансовую составляющую. Чтобы и работа шла, соответствующие игроки были. И возможность, конечно, тогда будет у тренера больше для работы, для хороших результатов. Команды растут, растут у нас в чемпионате в этот сезон. Там подтверждение. Да, может быть, лидеры немножко сдаются, но другие команды поднимаются. И я думаю, что следующий чемпионат будет еще более интересным. В чем связана обратная замена Шанчуга? То, что ему менялось, выходя на замену, он, сзади, не будет. Хотя произошла обратная замена. У нас есть определенные сейчас проблемы с заменами. Даже мы привлекли трех дублеров. И один из них вышел на замену. Поэтому у нас не рассадки, но, к сожалению, не в той кондиции, в которой он был раньше. И после травмы он так и не вышел от своего уровня. Поэтому конец сезона, с одной стороны, да, мы это вытащили. Это третье место. Но проблем не учит. Поэтому нам нужны свежие, конечно, силы. Свежая кровь, это не значит. Спасибо. Еще вопросы? Для релаксов, призывай, пожалуйста. Семен Владимирович, после матча вы собрали всю команду в центре поля. Все интересные, что вы сказали перед оборудом? Все равно я поблагодарил весь сезон. Все-таки задачу минимум команды выполнила. Наверное, все-таки хорошо, чтобы мы сегодня проиграли. Что бы не было какой-то ариф, как у кого-то. Хотя у нас злее будет. Динамо в этом составе, образца 2016. Какой бой вы заняли в чемпионатской стороне? Ну, что бы могло рассчитать? Это же не надо сравнить. Ну, это будет еще. Даже Баттек не занял бы ничего в том чемпионате. Надо каждой команде свое время. На сравнении ничего. Конечно, тот союз, я так немножко, может, скрываю в диалог. Когда мы, не то что, многие говорят, на Динамо работала вся республика. Нет, Динамо просто отбор был со всей республики. Понимаете, и там на одно место, я уверен, тот, кто был счастливчик, он проходил через жирнева 10-12 футболистов, которые стояли. Вот они не хуже, но выбор полна. Ну, а сегодня мы, когда распались, мы все-таки тоже имеем свои плюсы, но у нас же команда больше, чем футболистов. Без личностей футбол высокий. Динамо на 82-го года это все личности. Понимаете, любого, кого не бери. А сегодня есть 2-3 личности, остальные носят пианино. Просто слава Богу, что они еще боевитые, но в исполнительном мастерстве они недостойные. Поэтому... Коллеги, давайте поберем тренеров за пресс-конференцию. Пожелаем удачи в следующем сезоне. Благодарю.